Вы знаете, мне кажется, что если случилось бы, я бы, наверное, отправилась воевать. Скорее всего, да. Тем более, если перспектива помереть в голодающем, умирающем городе, нет никакого смысла. Либо ты умрешь от голода, либо тебя убьют на войне. Поэтому, что так помереть, что так? Так быстрее. Но вообще, вы знаете, никто никогда не знает, как кто-то поступит в экстремальной ситуации. К сожалению, нам кажется, что мы знаем себя, на самом деле мы себя не знаем. Причем, самое смешное, что это еще зависит от какой-то частной ситуации человека. Он может быть героем в одну секунду, и в этот день он мог бы быть героем, а на следующий день он как трус убежит и спрячется. Это от чего-то другого зависит, от нашего внутреннего состояния. А вот что касается женщин с топором и так далее, да. Действительно, сейчас просто, во-первых, большое количество женщин, естественно, самостоятельных, брошенных, которым никто не платит никаких алиментов. Все это приводит постепенно к тому, что эти женщины становятся лидерами, естественно, и они вынуждены выживать, она становится сильнее мужчины. Потом они осваивают мужские профессии, потом мужские виды спорта, и, соответственно, в результате мы видим уже женщину-мать. В принципе, родина-мать, она мать, а не отец. Поэтому логично, да, она должна, наверное, женщина должна защищать Россию. Кто еще?